В Твери получила свое продолжение история с неработающими лифтами в доме на бульваре Гусево в московском районе города. Напомним, в редакцию нашего телеканала обратились жители многоэтажки в микрорайоне Южный. С момента ввода их дома в эксплуатацию в 2016 году лифты в подъездах периодически выходят из строя, причем встают как пассажирские, так и грузовые кабины. После сюжета нашего телеканала на проблему обратил внимание Государственная жилищная инспекция Тверской области. Теперь же к ситуации подключилась и региональная общественная палата. О проблеме дома номер 56 по бульвару Гусево телеканал Тверской проспект впервые рассказал в начале октября этого года. 14-этажка была введена в эксплуатацию в 2016 году. И с этого момента перебои в работе лифтов происходят регулярно. Причем встают как пассажирские, так и грузовые кабины. Как следствие, коляски, тяжелые сумки с продуктами и другие тяжести жильцы вынуждены поднимать на верхние этажи на себе. В подъезде номер 4 на протяжении месяца не работал ни один из лифтов. А помимо родителей с колясками здесь проживают и пожилые люди. Тяжело, конечно. Ну что, много остановок делать. Ну через два этажа примерно я останавливаюсь. Но я еще думаю, что не так тяжело, как вот им. Руки, мне кажется, уже отвисли просто по колено. Вот реально. Потому что это ни сил, ни нерв, уже ничто не хватает. Вот на самом деле плакать хочется. Я вчера эту коляску бросила на втором этаже. Как удалось выяснить нашей съемочной группе, лифты выходят из строя из-за тросов низкого качества. Это подтверждают и документы, которые жители в ответ на свои обращения получают от управляющей компании «Тверская коммуна», которая обслуживает дом Нагусева. По данным УК, лифты отключены по причине, цитата, высокого износа несущих ремней кабины и противовеса. В том же документе представители управляющей компании подчеркивают, что работы по замене изношенных конструкций входят в гарантийные обязательства застройщика. Им выступает компания «Стройтраст». Однако на данный момент гарантийный срок три года уже прошел. И что будет дальше, говорят жильцы, для них загадка. Единственное, что нам предлагала управляющая компания, это сделать фонд компремонта и за свои деньги, грубо говоря, чинить тросы. Замена тросов на каждый лифт стоит порядка 600 тысяч. О том, что проблему удастся решить только в том случае, если лифтовое оборудование низкого качества будет заменено полностью, нам заявили и управляющие компании. И сделать это и представители УК, и сами жильцы, разумеется, хотят за счет застройщиков. Несмотря на то, что на данный момент гарантийные сроки уже вышли, первые поломки были зафиксированы гораздо раньше, настаивают жители. Тем не менее, добиться адекватных действий от застройщика никому из участников этой истории пока не удалось. А вот работы управляющей компании после выхода в эфир первого сюжета нашего телеканала заинтересовались в главном управлении Государственной жилищной инспекции Тверской области. После проведенной специалистами ведомства проверки в отношении обслуживающей организации было начато административное дело производства. Кроме того, надзорный орган установил сроки, в течение которых все восемь лифтов в четырех подъездах дома номер 56 по бульвару Гусева должны быть переведены в рабочее состояние. Сроки мы определили, это апрель следующего года. Соответственно, управляющая компания, управляющая компания направлена в завещение о составлении административного протокола за несоблюдение как раз вот лицензионных требований части содержания общего имущества многоквартирного дома. За неисполнение предписания предусмотрена, во-первых, административная ответственность достаточно весомая, до 250 тысяч рублей для юридического лица. Соответственно, ну и факт исполнения предписания, он будет оставаться все равно в нашем контроле. Впрочем, одним лишь давлением на управляющую компанию, уверена член общественной палаты Тверской области Ольга Кириченко, дело не решить. И обслуживающая организация, и сами жители в одинаковой степени оказались заложниками сложившейся ситуации, считает специалист. И выход здесь может быть только один – добиваться проведения замены лифтового оборудования от компании-застройщика. Вопрос установки этого лифтового оборудования именно к застройщику. А почему эти лифты, вот именно модели этих лифтов, стоят только в четырех подъездах? Это первый вопрос. Второй вопрос. А кто принимал в эксплуатацию вот это все? И лифтовое оборудование в том числе. Почему наш инженерный центр «Лифт» отказался принимать в эксплуатацию? Почему это оборудование принимала организация, которая находится отсюда за тысячу километров? Между тем, на данный момент ситуация с лифтами в доме Нагусева с момента первой встречи съемочной группы нашего телеканала с жильцами принципиально не изменилась. По-прежнему раз в три-четыре дня лифты встают, рассказывают горожане. Разве что в четвертом подъезде, в котором в начале октября не работал ни один из лифтов, ходит грузовой. Коляски и тяжелые сумки жильцы пока имеют возможность поднимать в нем. В данный момент в этом подъезде грузовой лифт работает, однако нет гарантии, что он вновь не встанет. По последней имеющейся в распоряжении нашей редакции информации, жильцы дома 56 подготовили в адрес управляющей компании коллективную жалобу, в которой в очередной раз задали волнующие их вопросы касательно лифтов в их доме. И пока ответы на них жители не получили. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий. Спасибо. Спасибо.